Ребят, здравствуйте. Неоднократно спрашивают, какие перчатки для тренировочной, спарринговой, работы в парах и на снарядах. Унции. Господа, вот унции это вес перчатки. Вот это вот 16-унцовая перчатка. Вот посмотрите здесь. Она большая сама по себе. Унции это вес. Это 28 с чем-то грамма. В то же время бывает... Вот это 16-унц. Если взять перчатки для любительского бокса, те же там 10-унцовые, там Гринхилл или Адидас, да, то у них вот эта подушка безопасности ничуть не меньше, чем здесь. Она даже больше. Там кулак немножко так стоит здесь. Вот эта подушка безопасности важна. То есть даже 10-унцовые перчатки, имея вот эту подушку безопасности, ничуть не хуже по травматичности к партнеру, чем 16-унцовые перчатки. В то же время берем там 14-унцовые перчатки. Какие там были... Фамилия забыл, перчатки. Суть не в этом. Тонкая подушка. Вот такие вот, профессиональные. Вот такая тонкая. Она как шингарка, то есть как снарядные перчатки. Ну а унции 14. Вес 1. Разговор за безопасность для партнера. За вот эту подушку безопасности, так называемую. Вот о чем разговор. И к тому же не рекомендую работать в больших перчатках на снарядах. Не ставится геометрия кулака, не ставится кулак полноценно в перчатке. Потому что современные перчатки, да, минимально сгибается, сжимается кулак. Видите, в основном у всех большой палец, мало заходит, мало закрывает, фиксирует кисть. Поэтому снарядные перчатки. Ну и сейчас даже снарядные перчатки, которые продаются, да, у них тоже, вот сюда здесь толстая, ну посмотрите, чуть не тоньше, намного тоньше, чем у этих перчаток. И поэтому я большой палец, пальцем не могу закрыть кисть, зафиксировать. При ударах сильных травмируется кистевой сустав. Рекомендую на самом деле вот эти перчатки для ММА, которые есть, у них там и на кисти фиксация хорошая, и так как они, вот этих пальцев здесь нет, открытые, фаланга, последняя фаланга, фаланга, половина здесь пальца закрыта, эти открыты, сжимается, максимально сжимается кулак. К тому же есть эти перчатки, я видел, что, ну они разные там строения, формы, то можно и с бинтом надеть, да. Поэтому, ну толстые вот снарядные перчатки, вот самые тонкие были, которые я встречал, самые дешевые, лековские такие, там 400 рублей, что-то стоило, ну прелесть просто. Все, как варежку надел, все, и кулак сжимается. То есть вы тренируетесь, обучаясь именно сжимать кулак, фиксировать кулак. Программа удара, это прикладное искусство. Бокс, ударное движение, в больших перчатках, не дожатый кулак, не дорабатываете до конца, сама программа, алгоритм удара, идет нарушение. Так что рекомендую, ребят, обращать внимание не настолько на умцы, а сколько на саму форму перчаток, в первую очередь. А по названиям очень много перчаток, и надо мерить, надо выбирать. А на снарядах должны быть снарядные перчатки, в которых максимально сжимается кулак. Все, до встречи, всем боксом!